Купаются не только взрослые, купаются также и дети. Ну, людей купаются, конечно, еще немного. Это смотрится просто чудесно, великолепно. Сейчас он на кактус, на кактус будет прыгать. Воздух такой, он шевелится так слегка, ветра нет, тепло, но это просто вообще прекрасное место. Всем привет, наши дорогие любители Крыма. И путешествуем. И сегодня мы продолжаем снимать для вас про прекрасный, великолепный курортный поселок. Конечно же он курортный. Это Гурзуф, ребята. Мы в Гурзуфе. И вы тоже скоро будете здесь. Погнали. Посмотрите, сколько людей на набережной гуляет. Обалдеть, сколько много. Я говорю, людей много, да, Викулечка? Это моя подруга Вика с нами гуляет. Ира вам уже рассказывала, что достаточно много людей в этот солнечный, тепленький денек вышли на набережную, чтобы прогуляться, подышать воздухом. Некоторые люди уже одели футболки, шорты, шлепки. Как будто лето, да? Как будто лето, ребята. Ну, действительно, тепло. Тепло. На солнышке тепло. Сколько градусов температур, я точно не знаю. Ну, вот я одел легкую курточку и футболку. И куртку, наверное, буду снимать. Но, помимо того, что люди уже одевают летние пляжные одежды, некоторые люди уже купаются. Давайте посмотрим на это чудесное действо. Сезон купания в море в Гурзуфе уже открыли люди. Купаются не только взрослые, купаются также и дети. Ну, людей купаются, конечно, еще немного. Не знаю, теплая вода или нет, но вы сами видите, что дети плещутся в воде, плавают. Их оттуда не вытащишь. Совсем недавно один молодой человек или девушка, не помню, кто-то в комментариях меня спросил, когда уже можно купаться в Крыму. Ну, в Крыму можно купаться, в принципе, круглогодично. Зимой тоже можно, и люди зимой купаются. Ну, в основном сезон купания в море начинается в мае. Море уже начинает немножко прогреваться. Ну, конечно же, лучший вариант это июнь-июль. Тогда уже вода будет тепленькая. Ну, у нас в Крымчан, конечно, море пока не прогреется до двадцатки. Не заманишь, не заманишь. Да, ребята, с нами гуляет сегодня Виктория. Андрей остался в номере, ну, отдыхает человек. Не любит он гулять, не любит тем более юбока, это подъемы, спуски. Не любит он такое. Вот на машине он поездил, поэтому погуляем втроем, развеемся. Сейчас вместе с вами спустимся на пляж, поближе к моречку. Здесь замечательный пляж с розовой галькой. Это смотрится просто чудесно, великолепно. Смотрите, люди отдыхают, загорают. Не только купаются, а просто можно сейчас позагорать. Ох, какая водичка. Вика трогает. Хочет поздороваться, смотрим. Вот так. Ой, какой наказ. Вот так, все. Сейчас мокрая. Покупалась. Да, покупалась. Подруга тоже открыла. Морской сезон. Какие же красивые виды. Многие точки общепита в Гурзуфе еще закрыты, потому что сезон еще не начался. Ну, давайте я вам покажу хотя бы цены прошлого сезона. Вот небольшая кафешка здесь готовит чебуреки, шаурму, пиццу. Значит, что нам предлагают? Шаурма классическая 200 рублей с сыром 230. Пиво в прошлом году на разлив 79 рублей за бокал. Значит, что у нас еще фирменная? Это что? Пицца стандартная 400, большая 550, пепперони 350-500, хачапури 300 рублей, хачапури по-аджарски тоже 300. Ну и напитки, молочные коктейли 120-150. Как-то так, ребята. Ресторан Чехов тоже пока еще закрыт. Написано закрыт по техническим причинам. Ну, ведут какие-то подготовительные работы, ремонт делают. Потому что, да, действительно, после зимы нужно все в грузов и приводить в порядок. Многие кафе, они подвержены ветрам, подвержены воздействию морского воздуха во время штормов. Ну, вот ресторан Мираба, он работает, он работает круглый год. Ресторан неплохой, но цены здесь, конечно, завышенные. Например, шурпа, выход 300 грамм стоит 350 рублей. И здесь, смотрите, прекрасные, прекрасные вот такие корпуса. Это у нас санаторий управделами президента. Эти старые постройки, они выглядят просто шикарно, конечно, ребята. Погулять с экскурсией можно по территории санатория. Стоит взрослый билет 400 рублей. Экскурсия целый час. С набережной мы плавно перемещаемся ближе к центру Грузуфа на улицу Ленинградскую. Эта улица знаменита тем, что на ней производятся различные фотосессии. Фотки получаются классные. И поднимаемся мы по вот этой знаменитой лестнице. Старая лестница. Она уже затертая такая. И, пожалуйста, ходите по этой лестнице очень аккуратно. Она затерта до блеска, ребята. Особенно в сырое время года, дня, после дождика. Будьте очень-очень аккуратны, потому что можно легко поскользнуться. И так навернуться, представляете? Вот вниз вы как навернете, ребята, не дай бог, конечно. Ну вот они, старые улочки Грузуфа. Классно, конечно, да. Брусчатка, все мощеное. Супер, просто супер. А это знаменитый Грузуфский пятачок. Здесь находится столовая по-домашнему. Есть кушали, в принципе. Еда вполне съедобна. Место для фотосессии. Все фотографируются. Хорошее такое место, атмосферное. Тоже здесь брусчатка. На улице Ленинградской есть... Так, булочная Смак. Вот Викулечка взяла. Что это у тебя? Беляшек. Беляшек. Кусный? Да. Я рекомендую, потому что мы здесь реально неоднократно брали. Очень вкусно. Вкусно. Так, абрикосик 60, сочник с творогом 70, ватрушка 70. Так что мы рекомендуем здесь кушать. На обратном пути я тоже что-нибудь возьму. Смотрите, сколько людей. Че гуляют, наслаждаются, дышат воздухом, любуются красотой. Мне эта улица очень нравится. Дома здесь колоритные. Посмотрите, карнизы деревянные. Или не знаю, как это называется. В общем, старина. Ну, это ж классно. Продолжение следует... Ребята, действительно жарко. Я уже снял куртку, иду в футболки. И даже в футболке сейчас не прохладно. Потому что тепло, тепло. Действительно на улице тепленько, светит солнышко. Это юг, это Крым. Ребята, ну... Раздракония у вас, да? Так что покупайте билеты и в Крым. И смотрите, на скале сидит котик и смотрит куда-то вверх. Наверное, птичку какую-то увидел. Горный котик. Песа? О, побежал, побежал, побежал кого-то. А? Наверное, на ящерицу охотится. На ящерицу охотится, наверное. Заглядывает. Охотник. Кот-охотник. Горный кот-охотник. Достает. Сверху растут кактусы. Опунция называется. Да, сверху опунции. Вот они, опунции. И кот, сейчас он на кактус, на кактус будет прыгать. Ух ты. Ничего себе. Мы поднялись вверх по улице Ленинградской. И вот самый шикарный вид Гурзуфа. По моей версии. Не знаю, вы со мной согласны. Нет? Напишите, пожалуйста. Но мне очень нравится. Не согласен. Есть много мест, оттуда открываются прекрасные виды Гурзуфа. Особенно с горы Болгатур. Да? Да, да, да. И мы планируем туда сегодня подняться. Там будет еще круче вид на весь Гурзуф, на виноградники. Ну, отсюда открываются просто великолепные виды. Значит, на горы, на пляжи. Крыша, конечно, заслоняет не будет. Скорее всего, вы видели именно эти виды, когда смотрели картинки про Гурзуф. Да, и знаменитая улица Ленинградская. Еще раз скажу, что это любимое место для фотосессий, для красивых фотографий. Ну, сегодня почему-то особо фотосессии не устраивают здесь. Ребята, поднимаемся на гору Болгатур. Уже практически поднялись. Да, мне далось это тяжело. Тяжело. Вика, она самая активная. Мозочка бежала. Да, усталости не чувствуется. Ну, единственное, я сказала, чтобы я приехала на море и сняла где-нибудь жилье. Потому что здесь, я бы сказал, нет, пожалуй, море я лучше издалека посмотрю. Ребята, очень далеко, очень высоко от моря. Но люди здесь живут и, скорее всего, сдают дома для вашего отдыха. Если здесь снимать на горе Болгатур какое-то жилье, то только иметь машину нужно, чтобы опускаться на море. Опуститься-то, в принципе, не тяжело. А вот подняться сюда пешочком с моря, это, конечно, да, полчасика, да. Ну, вот уже вот такие скалы красивые здесь. И к скалам прилепились домики. Виды, конечно, отсюда, сейчас вы увидите, будут шикарнейшие. А вот это, ребята, скорее всего, здесь просто гаражи были. И над гаражами понастроили номера. И вот, смотрите, вот они, вот уже виды начинают открываться. Да, вот оттуда снизу мы как раз и поднялись. Вид. А, балдежный вид. Крыши эти и провода, конечно, мешают полностью насладиться. Море так блестит классно. И куда он едет? Ему надо поблизиться. Ребята, и вот уже мы дошли на гору Болгатура. Здесь вся информация. Территория, занятая памятником природы регионального значения. Туда-туда. Ну, вот так все это выглядит, ребятки. Да, здесь высота не указана, но высота 150 метров над уморавнем моря. Вроде недалеко, но тяжело поднимались. Идем дальше. Да, поднимаемся, ребята. Последний рывок. Сейчас, люди пройдут, пройдут. Есть вот такой стенд, на котором написана информация, значит, как переводится это место, высота, географическое расположение. И перевести можно двояко. Или виноградный гребень с тюркского, или с греческого город-крепость. Это место оккультурено. Сделаны деревянные ступеньки, чтобы удобно было подниматься. Раньше, конечно, здесь была просто обычная натоптанная тропа. Ребята, вот они, красивые виды, конечно. Скалы Адалары в море. Пионерлагерь Артек. Виды просто бомба. Ай, как же здесь классно. Вика, ты не жалеешь, что мы сюда забрались? А? Нет. И вам, конечно, ребята, если будете в Гурзуфе, нужно обязательно сюда прийти. Мы поднялись на первую смотровую площадку. Здесь установлены лавочки. И виды. Какие шикарные виды. Смотрите, полюбуйтесь. Я здесь уже второй раз. Вы знаете, поднималась. Да, мне было тяжело, но это того стоит. Полюбуйтесь немножко. Ну, не красота ли? Ребята, мы уже поднялись на самую верхнюю смотровую площадку горы Балгатур. Виды отсюда просто потрясающие. Если бы еще не работа строительных кранов, идет строй каких-то жилых домов, вообще была бы тишина. Идеальная тишина. Воздух такой. Он шевелится так слегка. Ветра нет. Тепло. Ну, это просто вообще прекрасное место. Ребята, весь Южный берег это прелесть. Грузов любят многие. Он любим многими. Сюда приезжали в Грузов многие писатели, поэты, художники. И не зря его любят, потому что, ну, место это. Оно, с одной стороны, море. А с другой стороны, гряда Крымских гор. Ребята, климат здесь уникальный. Вот именно в Грузове уникальный климат. Отсюда со смотровой площадки открываются великолепнейшие виды. Ну, смотрите. Вон пляжи Гурзуфа. Набережная. Там мы были. Ну, это так, чтобы вы немножко поняли, сколько мы прошли и как мы поднимались. Шикарное место, конечно, ребятки. Обязательно нужно выбрать время, осилить этот подъем. Он не очень-то и сильный. И сюда подняться. Также открываются виды на виноградники, которые на склонах Крымских гор. И видно весь поселок Гурзуф. Сегодня мы вместе с нами провели второй день в Гурзуфе. Нагулялись по Гурзуфу, поднялись на гору Баугатур. Наслаждайтесь этими великолепнейшими видами. Дышите вместе с нами вот этим чудесным воздухом. Ну, не будем видео затягивать, не смеем вас задерживать. К большому сожалению, ребята, мы вынуждены сегодняшнее видео закончить. Да? Да. Все. Пишем комментарии, ставим пальцы вверх. Пока. До встречи в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok